Садоводные цветы В холодное помещение, где нет доступа света и температура не выше 3 градусов тепла. Прежде чем опустить пакетик с корнем в холодное помещение, я обязательно делаю дополнительное отверстие в пакете, для того чтобы пакет проходил воздух и корень растения не сгнил. Другой вариант. Если у вас позволяет площадь дома, то можно растения укоренить. Хорошо укореняются такие растения в домашних условиях, как, например, хоста. Единственный момент при укоренении хосту, точку роста у хоста не надо заглублять. Также точку роста мы не заглубляем у лилейника. Хорошо укореняется лилия. Если вам сейчас лилию посадить в горшочек с земелькой, то, в принципе, вы получите выгонку. Растение рано зацветет, и к концу сезона разовьется очень мощная корневая система, и вокруг ствола растения под землей будут образовываться дополнительные гетки. Кроме этого, можно дома также высадить в горшочек пион. У пиона тоже точку роста мы не заглубляем. На что я хочу обратить ваше внимание? Это на такие растения, как флоксы. Флоксы лучше всего продержать в прохладном помещении до высадки на постоянное место. Кроме этого, еще обращаю ваше внимание на гипсофилу. У гипсофилы стержневой корень. Гипсофила очень тяжело переносит пересадку, поэтому тоже желательно ее сразу высадить на постоянное место. Остильба. Остильбу можно посадить в горшочек. И вы уже ее посадите, вынимая с горшочка, тоже на садовом участке. Монарду. Монарду я тоже бы посадила в горшок и потом высадила уже на постоянное место. Вот и небольшие рекомендации, которые я вам хотела дать, как сохранить корни растения до посадки на постоянное место. Удачи вам! Продолжение следует...